Время новостей на 12 канале. В студии Танзеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Горячее начало. ЧП в первый день работы нового главного врача горбольницы имени Кабанова. Что произошло в медучреждении. Пикет с соблюдением социальной дистанции. Бывшие сотрудники санатория «Рассвет» требуют вернуть им зарплату. У людей от 100 до 500-600 тысяч за должность. То есть это немаленькие деньги. Люди в отчаянии, без денег и возможности устроиться на работу. Памяти павших на полях сражений. В тех живых деревьях, которые мы сегодня посадим, будет продолжение тех, кто, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной войны. В Калачинске разбили сад памяти. Принять участие в федеральной акции может любой. Первая прогулка под контролем строгой мамы. Волчата в Большереченском зоопарке осваивают вольер малышам три недели от роду. Сразу 9 пожарных расчетов пришлось отправить службе МЧС городской больницы номер 1. В здании сработала сигнализация. Спасатели прибыли на место, проверили все помещения. Ни огня, ни дыма в блоках не оказалось. Сейчас специалисты устанавливают причины срабатывания противопожарной системы. Напомню, что с понедельника стационар больницы закрыт на карантин. Диагноз коронавирус подтвердился у медсестры и врача. Позже инфекцию выявили еще у 16 сотрудников медучреждения. Поэтому технику и костюмы спасателей после этого вызова отправили на спецобработку. Для проведения разведки было организовано два звена газодымозащитников и направлено в зону, которая является карантинной. Сотрудники МЧС признаков пожара не обнаружили. Так как пожарные находились в зоне карантина, то их боевая одежда подлежала специальной обработке. Так что первый рабочий день выдался напряженным и нервным для нового главного врача этой больницы. Сегодня стало известно, что в ГБ-1 новый руководитель Андрей Прохоренко. Решение о его назначении приняла министра здравоохранения Ирина Солдатова. На должность Прохоренко перешел из Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России, где был заместителем директора по хирургии. Прохоренко окончил Омскую медицинскую академию, ныне университет. Он автор ряда научных работ и практикующий врач. В диагноз COVID-19 поставлен еще один с темичам. Таким образом, в регионе 208 случаев коронавируса. 45 человек выздоровели, 5 погибли, все пожилые. Медики предполагают, что в ближайшие дни нагрузка значительно возрастет. Синоптики обещают 30-ти градусную жару, а значит, многие люди поспешат покинуть дома. Но эксперты предостерегают, если все выйдут на улицу, начнут активно общаться, одновременно заболеет огромное количество людей. Вирусная нагрузка на каждого жителя будет значительно выше. Не все смогут с ней справиться, да и попросту усилий врачей и медперсонала не хватит на всех пациентов. Доктора призывают оставаться дома. Что касается данных по стране, за минувшие сутки выявлен 11 231 новый случай в 84 регионах. Полностью излечились от инфекции 23 803 человека, 1625 россиян скончались. Больше 400 студентов из Казахстана, которые учатся в Омске, смогли уехать на родину. Власти региона организовали доставку ребят на автобусах до пограничных пунктов пропуска. После пересечения границы студентов встретили представители акиматов разных областей. Всем учащимся сделали тест на коронавирус. Это уже не первый рейс, организованный для студентов из соседнего государства. Ранее домой отправились еще несколько сотен человек. Кошелек, список продуктов и маска. Омские гипермаркеты теперь не обслуживают на кассах покупателей без индивидуальных средств защиты. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Напомню, масочный режим в регионе действует с 1 мая. Это специальное распоряжение Роспотребнадзора. Посещать магазины и аптеки, а также ездить в общественном транспорте без масок нельзя. Сделано это, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Стенды с новыми правилами размещены и при входе в торговые сети. Те, кто забыл маску, могут купить ее на стойках информации. Потребовали вернуть зарплату. Пикет этим утром организовали бывшие работники Омского санатория «Рассвет». Выплатить людям заработанные деньги, а это больше трех миллионов рублей, руководителя предприятия обязал суд. Однако с того времени Нателла Полежаева не перечислила ни рубля. Более того, сотрудникам не выдали даже справки о зарплате. Без них нельзя встать на биржу труда и получить пособие. Есть ли у работников шанс вернуть свои кровные? Выясняла Екатерина Балучевская. У проходной «Рассвета» очередной пикет. На этот раз работники не выкрикивают лозунги с требованием вернуть законную зарплату. Молча ждут. Терпение им не занимать, не скрывают. Когда сегодня шли навстречу, результата не ждали. Так и получилось. Сотрудников словно не замечали. Как и на прошлых митингах, к ним никто не вышел. Собрались. Это уже, знаете, как крик о помощи какой-то. Потому что отработали здесь люди, ну немало времени отдали этому санаторию, центру реабилитации. Много вожили сюда сил, трудов. А по итогу всех нагло обманули, при этом улыбаясь в глаза. Я уволилась еще летом 2019 года. И долг составил, так сказать, пять зарплат моих. Никто к нам не выходил. Двери все закрыты, ворота закрыты. То есть нам туда прохода нет. Отстоять свое право на зарплату 80 человек пытаются уже не первый год. Долги исчисляются миллионами рублей. Но Нателла Полежаева не спешит выплачивать деньги. Даже несмотря на то, что сделать это обязал суд. Приговор вынесли в декабре прошлого года. Оглашали два дня. Материалы резонансного дела заняли больше 4000 страниц. По решению служителей Фемиды, Полежаева не только должна была выдать зарплаты, а это больше 3,5 миллионов рублей, но и заплатить штраф в 350 тысяч. Однако директор Рассвета проигнорировала и это требование. Свою вину не признает. Задолжали, это может быть период недели, это может быть период две недели, но это не два месяца полной невыплаты и не три месяца частичной невыплаты. Поэтому задержка это еще не уголовное преступление. Но подчиненные уверены в обратном. Пусть она нам надаст зарплату, потому что у людей от 100 до 500-600 тысяч за должность. То есть это не маленькие деньги, мы не за 10 тысяч собрались в такой сложный момент здесь. Сотрудники говорят, многим деньги срочно нужны на лечение, у других в буквальном смысле пустует холодильник. Но уволенные даже не могут получить пособие по безработице, людям не выдали необходимые для биржи труда справки. А суд тем временем продолжает рассматривать еще одно дело Полежаевой. Установлено, что она скрывает больше 4 миллионов рублей, которые должна была заплатить страховщикам. Ей грозит три года колонии. Что касается приговора по невыплаченным зарплатам, директор Рассвета с ним не согласилась. Подала апелляцию. Дату вынесения окончательного решения назвать сложно. Неизвестно и когда сотрудники все-таки получат свои честно заработанные деньги. Екатерина Булчевская, 12 канал. За уничтожение природного богатства могут отправиться в колонию. Губернатор Александр Бурков потребовал найти виновных в апрельских лесных пожарах и ужесточить для них ответственность. Речь об этом шла на аппаратном совещании. По мнению Александра Буркова, штрафы не станут уроком для обеспеченных людей. Лиса продолжают полыхать, в основном по вине отдыхающих. Те разводят костры для пикников и не тушат пепелищи, либо делают это неправильно. Только за прошлый месяц в регионе произошло 3000 пожаров. Многим присвоен четвертый, высокий класс опасности. Человеческих жертв, к счастью, нет, но выгорели гектары леса. В огне задохнулись дикие звери. Ижи, лисы, а также птицы не способны выбраться из пекла и обречены на гибель. Глава региона поручил установить точные причины возгорания. По каждому факту ЧП назначена судебная экспертиза. Амич выловил в Иртыше форель, редкую для нашей реки рыбу. Мужчина поймал в левобережном затоне. Снимком поделился в соцсетях. Пользователи предположили, что мужчина купил форель в магазине. Однако рядом с затоном находится рыбзавод. Здесь выращивают ценные виды рыб, которые иногда уплывают из садков. Предприятие также выпускает в Иртыш и мальков редких пород. Так на удочку стал все чаще попадаться даже осетр. Ну а накануне один рыбак и вовсе поймал рака. Это совсем удивительно, ведь раки самые чистоплотные из всех речных обитателей и обычно не водятся в водоемах с таким бурным течением, как в Иртыше. Вероятно, рак тоже сбежал с рыбзавода. И смотрите далее в программе. Памяти павших на полях сражений. В тех живых деревьях, которые мы сегодня посадим, будет продолжение тех, кто, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной войны. В Калачинске разбили сад памяти. Ранен, погиб, похоронен в братской могиле. А Мичка узнала, где погребен ее отец-фронтовик, лишь спустя 63 года после победы. Брах моего отца походится на Славине в Братиславе. Мой отец лежит в центре Европы. В Словакии дочь фронтовика побывала. На что пришлось ради этого пойти? Первая прогулка под контролем строгой мамы. Волчата в Большереченском зоопарке осваивают вольер малышам три недели от роду. Омская область сегодня присоединилась к масштабной всероссийской акции «Сад памяти. Зеленые мемориалы. Аллеи, где каждое дерево символизирует солдата, не вернувшегося с поля боя, высадили в Черлаке и Калачинске». Стартовал проект еще в марте. Первые сады памяти появились в Крыму, Симферополе и Краснодарском крае. В общей сложности по всей стране высадят 27 миллионов растений. Именно столько солдат советская армия потеряла в годы войны. Подробности у Дарьи Шадриной. У мемориала в Калачинске волонтеры высаживаются от памяти без военных песен и торжественных речей. Коррективы внесла пандемия. Впрочем, участники акции уверены, главное не помпезность. «В тех живых деревьях, которые мы сегодня посадим, будет продолжение тех, кто, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной войны. Это нам нужно, нашим детям, внукам, чтобы мы помнили наших героев. В сельских поселениях у нас на центральных усадьбах есть также памятные места. И вот на этих памятных местах также будут высажены деревья. В самом городе Калачинске у нас тоже не одно место, где мы будем высаживать деревья». Именно в Калачинске в годы войны сформировали легендарную 30-ю лыжную бригаду. Молодых бойцов, которым едва исполнилось 18 лет, отправили на фронт, где они приняли участие в исторической битве под Севском. В бою погибли почти 2500 наших ребят. Вернулись единицы. В память о бойцах в районе обустроили гранитный мемориал. А сегодня высадили аллею из 75 деревьев. Кстати, сам памятник, посвященный бойцам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, здесь располагается не случайно. Именно здесь, на этом месте, в 1942 году находился плац. Здесь формировали бригады и отправляли их на фронт. Лопаты в руки сегодня взяли не только активисты. Пришли и дети фронтовиков. Анатолий Корниенко сам служил, был летчиком. Сейчас ухаживает за отцом. В этом году ветерану исполнилось 96 лет. О том, что происходило на войне, рассказывает в редких случаях. Раньше стол стоял, 30 человек было. Сейчас их 3-4 человека соберемся. И только после некоторой раскачки, что-то начинаешь, все расскажет. Что он как расскажет, как все было. Но самое главное, говорит, не дай бог, чтобы это повторилось. Присоединиться к акции, даже несмотря на режим самоизоляции, может каждый. Для этого вовсе не обязательно приложить руку к созданию аллеи. Высадить дерево можно и на своем участке. И почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая свою родину. Наря Шадрина, Сергей Гаврилов, 12 канал. Как Омск отпразднует День Победы в условиях самоизоляции? Какие выплаты в связи с 9 мая положены ветеранам войны, труженикам тыла и другим категориям? И как вообще в Омской области поддерживают фронтовиков? Расскажет губернатор в прямом эфире. 8 мая в 8 часов утра смотрите актуальное интервью с Александром Бурковым на 12 канале и слушайте в эфире радио Монте-Карло, Омск. 65 лет ждала весточки от отца Лариса Капитонова. Долгие годы разыскивала сведения о самом близком человеке. Петр Каменев в 43-м ушел на фронт и больше семья ничего о нем не знала. Солдата считали пропавшим без вести, но амичка руки не опускала. Сегодня она знает весь боевой путь отца и даже побывала на его могиле в Европе. Восстановить историческую память помогли случай и череда невероятных событий. Наталья Бельская выслушала эту историю. В Александровский сад я с сынишкой спешу. Неизвестный солдат, говорю я ему, это дедушка твой, это папа мой. Неизвестный солдат не вернулся домой. Это стихотворение Лариса Капитонова написала в Москве. Каждый раз, бывая в столице, она посещала могилу неизвестного солдата. Оставляла там цветы и слезы. Ее отец, Петр Елисевич Каменев, ушел на фронт в 43-м и не вернулся. Долгие годы семья пыталась узнать хоть что-то о его судьбе. Но на все запросы из архивов приходил ответ. Пропал без вести. В одной формулировке писала, что в это время потери учитывались частично количественно, а частично персонально. В персоналиях ваш отец не значится. Так у меня и родились строчки. В огневом жестоком сражении не досчитались многих солдат. Потому что не успел учесть пополнение истекающих кровью комбат. Первые сведения об отце Лариса Капитонова получила только в 2008 году. 19 апреля 45-го командир минометного взвода Петр Каменев был тяжело ранен в боях за Братиславу. Скончался в госпитале. Его прах покоится на территории мемориального комплекса в Словакии. В 2011 году Лариса Петровна посетила могилу отца. А к юбилею победы получила еще одну весточку. На страницах газеты увидела снимок известного военного фотографа Евгения Халдея. Заголовок «За пять недель до победы». Потрясение пережила. Халдей в 1945 году снял то место, где мой отец еще был. Вот они отсюда идут дальше, на Бурно. По дороге к Бурно, к Берлину, вот Малацки, Большие Ливары. Вот там отец мой остался. По следам отца, дорогой памяти. Лариса Капитонова каждый год шла в рядах Бессмертного полка. Традиции останется верна. Правда, в этом году Бессмертный полк будет шествовать по мониторам компьютеров и экранам телевизоров. Акция состоится в виртуальном формате. Почти 600 тысяч россиян уже поделились фотографиями своих родных и близких участников войны. 9 мая, в День Победы, память героев. Вопреки всем обстоятельствам, сохранивших мир, почтит вся Россия. Наталья Бельская, Павел Маджос, 12 канал. Детство за колючей проволокой. День Победы – праздник со слезами на глазах не только для тех, кто воевал, но и для бывших узников концлагерей. А меч Николай Гусев сумел пережить пленно. После победы над фашизмом почти 30 лет освещал жизнь мечей. Работал электриком. Сегодня коллеги из Омска-Электро пришли к своему старшему товарищу, чтобы поздравить. Никита Смирнов расскажет. День Победы для Николая Гусева не просто праздник. Торжество жизни и справедливости. Когда ему было 4 года, германские войска оккупировали родной Минск. Родители ушли в партизаны, ребенка оставили с бабушкой. Это было самое начало войны, лета 41-го. Немцы забрали многих детей, в том числе Колю. В вагонах для перевозки скота их отправили в австрийский концлагерь. Относились к мамочке, кормили картошкой, кашей там. И там находились мы. Выпускать не было, куда не выпускали. Там такая стена, ее не перелезешь, широкая. И пропускают. Освободили Колю Гусева спустя 4 года, перед самым окончанием войны. Детей вернули в Минск, который тогда утопал в руинах. Родители остались живы, и вскоре семья воссоединилась. Затем был переезд в Омскую область. Здесь научился профессии монтера. Отвечал за то, чтобы омские улицы были светлыми. В Омск электро проработал 28 лет. Это люди, которые для нас, для наших детей должны являться живым примером. Мы должны помнить о том, что война была. Война была кровавая, жесточайшая. И, как нас учит история, чтобы она не повторилась, надо помнить ее уроки. Сегодня сотрудники Омской электро пришли в гости еще к пяти ветеранам, которые в разные годы работали на предприятии. Всем вместе с теплыми поздравлениями подарили живые цветы и продуктовые корзины. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгебченко, 12 канал. Полноценную выставку и всего за неделю устроили жильцы в доме на улице Кузнецова. Традиционная акция «Бессмертный полк из-за пандемии» пройдет в формате онлайн. Изобретательные мечи придумали другой способ почтить память ветеранов. Стены в подъезде превращают музеи. Собирают не только фотографии героев, но по крупинкам восстанавливают их боевой путь. Так что создавать удается уникальные исторические экспозиции. Повесили объявление за несколько дней. И жильцы активно начали мне кто на WhatsApp сбрасывать, кому как удобно, потому что так как мы находимся в самоизоляции. Мы распечатывали уже у себя, потом нам данные давали. Мы чтим память наших родственников, наших дедов. И хочется приятное сделать в этот день. В подготовке к празднику приняли участие. Также дети рисовали на военную тематику. Картины разместили рядом с портретами прадедушек. В преддверии 9 мая преобразился и внешний вид дома. На окнах люди вывесили флаги. Красноармейские звезды и георгиевские ленточки. Это еще одна всероссийская акция «Окна победы». При появлении некоторых акций мы испытали удивление, что вот это можно придумать, а самое главное, это можно реализовать. А то, что они распространились массово, это еще раз подтверждение, что людям эта идея понравилась. И я думаю, что мы с вами увидим собственными глазами, что к 9 мая вот таких картинок красивых, торжественных будет еще больше в городе. Присоединиться к акции может любой желающий, тем самым не только украсить свой дом, но еще раз почтить память советских солдат, совершивших великий подвиг. Свои фото и видео участники размещают в социальных сетях с хэштегом «Окна победы». Используют тренажеры, бегают вокруг дома и даже из комнаты в комнату стаеры из разных стран мира готовятся к Омскому Симу. Международный марафон в этом году назначен на 2 августа. Спортсмены разыграют Кубок России. Состязания пройдут на трех основных дистанциях – 10, 21 и 42 километра. Как из-за режима самоизоляции изменился календарь других популярных омских забегов, знает Алексей Адареев. Традиционных весеннего полумарафона и цветочного забега в этом году в нашем городе не будет. Не сказать, что эта новость стала для омских поклонников спорта очень уж большой неожиданностью. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, было очевидно, что массовые забеги в обычное время провести не удастся. Но все же оставалась надежда на то, что их перенесут на лето этого года. Увы, обновленный календарь беговых событий теперь выглядит следующим образом. Весенний полумарафон Гандика переносится на 23 мая 2021 года, а цветочный забег – на 12 июня. Также 2021 года. В этих условиях в это трудное время пришлось принимать непростые, нелегкие решения о переносе, либо об отмене тех стартов, которые были намечены в 2020 году. В первую очередь, это касается ближайшего из них. 31 мая в календаре был запланирован весенний полумарафон в формате всероссийского забега. В 2004 году уже существует вот именно такой формат всероссийских соревнований. Мы в этом проекте участвуем уже третий год. И вот в этом году в нем должны были принять участие представители 85 городов России. Понятно, что ситуация внуждают принимать такие решения. И вот такое решение было принято не так давно о переносе всероссийского полумарафона за бег на 2 августа. Но, конечно, главный вопрос, который интересует поклонников бега – состоится ли в этом году сибирский международный марафон, старт которого по традиции вот уже много лет проходит здесь, на Соборной площади города Омска. На данный момент ни один специалист не может с уверенностью ответить на вопрос о том, раздастся ли вот здесь, на этом самом месте, 2 августа, выстрел стартового пистолета Омского праздника бега. Но поклонники стаерского бега продолжают готовиться к СИМ в условиях, когда они не могут позволить себе даже элементарную пробежку в парке или по набережной. И тут уж кто во что гораст. У Юлии Ракитиной дома есть беговая дорожка. Пробежать 42 километра она решила во время декрета. И сейчас тренируется 5 раз в неделю по 1,5-2 часа. Пандемия, пандемия, но тренировочный процесс не должен останавливаться ни на секунду. Жалко, конечно, что многие старты в этом сезоне отменили. С другой стороны, понятно, почему все это делается для нашей безопасности и здоровья. Круто, что не отменился сибирский международный марафон. К нему и готовлюсь. В этом году планирую пробежать 42 километра 195 метров после 12 лет перерыва. Волнует страшно. С другой стороны, есть еще три месяца на подготовку. Думаю, все успею. Пока что в планах организаторов СИМ провести сибирский международный марафон 2 августа. В его рамках должен состояться Кубок России по марафонскому бегу. Учитывая, что ранее в Сочи был отменен назначенный на 4 апреля чемпионат России по марафону, СИМ может стать единственным официальным стартом российских стайеров в этом беговом сезоне. Алексей Дариф, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И еще о спорте. Сезон КХЛ официально закрыт. Лига приняла решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением соревнований из-за коронавируса. Утверждена турнирная таблица по итогам сезона. Тем восьми командам, которые остались в розыгрыше на момент остановки, цитирую, присваивается технически единое место 1-8. Авангард, вылетевший в первом раунде плей-офф, занял итоговое девятое место. Как говорится в официальном сообщении Лиги, это место омской команды определено по спортивному принципу. Ну а сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Сеть магазинов у дома Тюкалиночка» ИП Сорокина Оксана Владимировна. Вывела на первую прогулку. В Большереченском зоопарке серая волчица Тайга показала своих детенышей на свет. Шесть волчат появились три недели назад. Все это время заботливая мать прятала их от посторонних глаз. Под будкой даже специально вырыла небольшую яму, похожую на логовую. Только когда щенята прозрели, стала выводить их на прогулки. Пока малыши питаются только материнским молоком, но уже через некоторое время их начнут прикармливать. В Большеречи детеныши пробудут в течение трех месяцев. После для каждого найдут новый дом в других зоопарках России. Магазины у дома «Тюкалиночка» и молочные продукты от маслосыркомбината «Тюкалинский». Ежедневно свежие продукты для поддержки иммунитета. Молоко, творог, сметана, масло, сыр, кисломолочные продукты, хлеб, десерты, морсы. Собственное производство, оптимальная покупка. Хорошо, что есть «Тюкалиночка». Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Пескоструйная и антикоррозийная обработка металлоконструкций. 48 79 79. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999 222. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра, 8 мая в регионе солнечно, без осадков. Температура воздуха в Омске в ночные часы плюс 10-12, днем до 26 градусов тепла. В районах ночью 12-15, днем до плюс 25. Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сина. Поставь теплицу. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова